1 сентября звук школьных колокольчиков ознаменовал начало нового учебного года для детей Десногорска. Торжественные линейки прошли во всех школах города, но с некоторыми особенностями. Какими – расскажем в сюжете. Из-за карантинных мер, которых до сих пор придерживаются в городе, услышать первый звонок довелось не всем ученикам. На торжестве в честь Дня Знаний присутствовали только 11-классники и ребята, в первый раз приступающие школьный порог. Для них наступает особый год. Одни оканчивают большой жизненный этап, другие только вступают в один из главных периодов своей жизни. К ним и к их педагогам в этот день были обращены словонапутствие от первых лиц города. От всей души желаю педагогам вдохновений и плодотворной работы, новых профессиональных побед и достижений. Ученикам энергии и оптимизма, успехов в учебе и творческой деятельности. Поздравляю всех еще раз Дня Знаний. Желаю всем крепкого здоровья, ученикам успехов в учебе, усердия, усидчивости. Родителям терпения, здоровья и педагогам помнить о том, что наши дети – наше будущее. Мы вкладываем в них душу, они нам это возвращают. Всех с праздником! Со 2 сентября образовательный процесс начнется в очном режиме. Но меры предосторожности против коронавирусной инфекции все еще действуют. Школьные коридоры оборудованы санитайзерами, а в кабинетах будет проходить ежедневная уборка и проветривание. В этом году заходим в один вход. Дети будут разделены на два потока. Одна часть детей с 8 часов будет обучаться, другая с 9 часов. Каждый класс находится в одном кабинете, обучается. Единственное, ребята ходят на урок музыки, информатику, ну и спортивные занятия у нас проходят в спортивном зале. Несмотря на некоторые сложности, педагоги и представители администрации надеются на успешный учебный год. День знаний символизирует начало путешествия по стране неизведанного и интересного. Хочу пожелать, чтобы этот путь в новом 2021-2022 учебном году и для вас, ребята, и для родителей, и, конечно же, для наших замечательных педагогов был захватывающим, увлекательным и радостным. На празднике также присутствовали представители градообразующего предприятия. Их слова были обращены в первую очередь к 11-классникам. Хотел бы отметить и обратиться в первую очередь к нашим выпускникам. У вас сейчас такой период, что вам надо подойти грамотно, ответственно к выбору будущей своей профессии и специальности. Знайте, предприятия Росатома, концерна Росэнергоатом, атомные станции России ждут вас. Выпускники, те, кто свяжут из вас жизнь с атомной отраслью, помните о том, что мы вас ждём. Ждём на объектах атомной энергетики. Именно вам придётся строить, эксплуатировать новые блоки, которые в скором времени здесь будут воздвигаться. После завершения торжественной части на школьных дворах дети разошлись по классам на свой первый урок. Ксения Ложкова, Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.